Я доволен тем, что там сейчас происходит. Там уже нет задолженности ни в бюджет, нет задолженности по зарплате. Они готовятся к новому, так я его обзову, дорожному сезону. То есть они будут тоже участвовать обязательно в ямочном ремонте, мы это обсуждали. Наверняка они будут реализовывать товарный асфальт. То есть своих сид еще у них будет недостаточно для того, чтобы участвовать в программе БКД. Может быть где-то у нас в подряде, потому что техника там достаточно серьезная. Вот они сейчас этим и занимаются, что они ее ремонтируют. Досталось хозяйство, мы очень опытные. Все на протяжении вот этих последних, не знаю, десятков, там просто все тащили. Просто все тащили, и вот та дебиторская задолженность 54 миллиона. То есть представляете, предприятию должны 54 миллиона. На такие деньги можно жить, не тужить. А вот реальные как бы взыскания, с чем они сейчас работают, всего 14. То есть все, просто вот эти 50-30 миллионов, просто все растащили, что называется. Взыскать не с кого, то есть все вот эти однодневки, эти компании, кто брал там инертные материалы, то есть все канули в лету. И теперь, конечно же, ничего этого не найти. И все это вот на протяжении этих лет, вот схемы такие работают. Так что я доволен, что там сейчас происходит. Честно говоря, я не знал, насколько это все быстро у него получится. Ну, учитывая, что сейчас еще и сезон такой, как бы зимний, да, все-таки строительство сейчас не так идет, и с реализацией, да, тех же, того же самого ПГС и ПСК у них сейчас сложности. Но тем не менее, они из ситуации выбрались, и мы все равно стоим перед этой проблемой. Нам все равно придется либо акционировать предприятие, либо делать его там обществами с ограниченной ответственностью. То есть это требование закона, это нам там дадут еще 2-3 года, и все, и это придется делать. Но меня тут особой опасности не вижу, потому что это никак не помешает работе предприятия, а в некоторых случаях даже это поможет. Потому что вот та форма собственности, в которую они перейдут, расформируются, она по воле руки развяжет именно в коммерческой стороне вопрос. Поэтому, ну, честно говоря, до меня велись эти разговоры про акционирование, мы пока их вообще не поднимали. То есть мы будем тянуть вот до самого последнего момента, когда вот нам уже закон предписан, что вот все, завтра должно быть вот так. Ну, мы уже, конечно, перестроимся, а пока вопрос не стоит, нет пока целесообразности, мы пока не видим. Работает, работает, пусть они выйдут сначала на, так сказать, ровное дыхание на свое, а там уже дальше будем смотреть. Продолжение следует...